Становится оборудование. Ольга Баталина и главный врач 9-й больницы обсуждают грядущие изменения. В ближайшее время клиника получит более 140 миллионов рублей. Таких денег здесь не видели никогда. На что их потратить уже решено. Магнитно-резонансный томограф, он стоит около 90 миллионов рублей. Эти деньги выделены на 2012 год. Также выделены в этом году приобретение УЗИ экспертного класса и ортопотомографа. Также в больнице планируют сделать грандиозный ремонт. Переделка ждет отделение неврологии, травматологии и единственное в области челюстно-лицевой хирургии. Реконструкции в них не было больше 35 лет. Грядущие изменения позволят улучшить условия пребывания и качество оказания медицинской помощи. В год 9-я городская больница обслуживает около 20 тысяч человек. Вроде раковины, есть вода горячая, есть туалет, вроде ничего. Ну, ремонт тут, конечно, надо делать будет. Но я-то еще первый-второй день только. Ну, мне вот тут нравится так. Деньги на развитие здравоохранения города поступят в рамках нового проекта. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. А еще несколько сот миллионов – из городского. Всего же на развитие саратовской медицины направят почти 4 миллиарда рублей. Олег Васильевич Грещенко, глава муниципального образования, поставил задачу направить значительные средства в 2011 и 2012 году как раз на развитие саратовского здравоохранения. Поэтому все направления, которые, так скажем, не учтены в федеральной программе, у нас учитываются за счет муниципальных средств. Кроме ремонта и закупки нового оборудования, деньги пойдут на доплаты узким специалистам. Повышение зарплаты должно вернуть медиков в поликлиники и помочь избавить медучреждения от очередей. В рамках проекта деньги получат все медицинские учреждения Саратова. Правда, в разном объеме. Осваивать средства начнут к лету. Елена Гришина, Валерий Богословский. Новости Телеобъектив.